всем привет очередной спонтанный обзор в этот раз новость такая тема печальная я хочу поговорить о смерти спортсменов вчера умер еще один наш товарищ баль из коркина многие его знали особенно на урале потому что все турниры он посещал буквально вот на прошлом прошлое воскресенье кажется в нивьянске кажется соревнования проходили врать не буду у меня он в ноябре выступал с хорошим результатом 212 безэкипный жим был 43 года мужик 120 килограмм сильный здоровый и конечно же это повод для спекуляции в интересах истины я скажу что сейчас поменьше стали вот этих диванные эксперты говорить о том что это связано с анаболическими стероидами я не знаю может быть это отчасти от того что я чищу поляну у себя у меня все-таки несколько тысяч подписчиков и вот идиота все меньше и меньше может потому что их удаляю может они потому что они знают мою реакцию и молчат но вот практически этих тупых комментариев уже нет а почему тупых потому что я наверно в сотый раз уже я попытаюсь объяснить причину все-таки причина канаболическим стероидом канаболическим стероидом все-таки эти смерти отношения не имеют и я повторюсь почему я не устаю вы знаете вот у нас же охота на ведьм они же не устают чиновники постоянно говорить о вреде анаболических стероидов и постоянно из каждого утюга и все это вдалбливают вдалбливают и зомбируют я не знаю люди может уже у них там какое-нибудь отрицание наступило одну скорее всего я я не верю в толпу в интеллект толпы я знаю что толпа тупа все что им вдолбишь все что туда бросишь они то есть хавают поэтому если говорят о чем анаболические стероиды это яд это ужас это кошмар значит так и есть и все и спортсмены все подонки и сволочи те которые вот обманывают свой организм и как бы как бы обманывают окружающих так вот по поводу смертей я не знаю от чего умер спортсмен но скорее всего вариантов и их не так много всего два то есть или либо инсульт либо инфаркт в любом случае тромб оторвался перекрыл где он застрял мы вот совсем недавно я не буду дима хороший мой друг рядом мы прям тут живем недалеко я не буду фамилию говорить может он не захочет мы тоже чуть его не похоронили он даже не знал лежал в реанимации целую неделю у него оторвался тромб застрял в легких и мы были все в шоке мы были просто все тут на ушах а самое главное что эти наши долбаные врачи они тоже ничего не знали и не знали причины мы ставили пневмонию этот воспаление легких ставили не могли найти причину оторвался тромб хотя у него это уже не первый отрыв был и вот причина и вот мы взяли мы прям 30 летих докторов у нас есть ведущий дорого ведущий кардиохирург города мы прямо на громкой связи все прям беседовали с ним задавали вопросы анаболические стероиды никакого вреда организму не приносит не приносят вреда даже передозировка даже не приносит никакого вреда я спрашиваю ну хорошо а вязкость увеличивается нет это не причина единственная причина которая может способствовать вот этим последствиям это давление реально когда мы принимаем анаболические стероиды у нее у нас поднимается давление и это как бы способствует тромбообразованию и всему прочему но основная причина это генетика это генетика и вы суки которые рассказываете что анаболические стероиды вредны и поэтому спортсмены пачками умирать они реально умирают реально умирают но умирают все обращает внимание никто не обращает внимание на смерть алкаша или просто обычного работяги который вообще ничего не делал кроме тяжелее в носа ничего не ковырял у себя на работе тому что к токарного станка стоял все он помер или парикмахер по все никому это не интересно интересно когда умирает публичная личность это сразу привлекает внимание и соответственно статистика я я завел несколько месяцев назад папку память погибшим спортсменам умершим раньше времени спортсменам трагично я был в шоке сколько оказывается они же пролетают когда вот это вот это знакомый это как бы хороший знакомый и ты помнишь и у тебя это отложилось а сколько их которых ты не знаешь звонят говорит васю иванова знаешь там там сказка с какого-нибудь там пупинска нет умер вчера вот он там был на смк там все прочее все он умер никому это не интересно и ты забыл а потом и вот есть сейчас когда я начал собирать этот альбом памяти это такое огромное количество пока собирал уже по моему где-то человек пять умерло пока я пока я только вот фотографии вставлял вы понимаете но умирают умирают люди умирает спортсмен на умирают умирает все я повторюсь умирает все просто замечают смерти тех кто на виду вот и все это все равно что мы смотрим постоянно о том что какая-нибудь там фриски или там еще кто-то там умер от рака и мы говорим вот она певица поэтому они поют поэтому они умирают это логика та же самая абсолютно бредовая конечно я уже и десятки раз на эту тему говорил но я повторюсь я не устаю я не устаю говорить что анаболические стероиды не несут никакой вред абсолютно вы понимаете про за про зомбировали людям башку так мне часто привод вчера буквально пишет мне 50 лет результаты у меня как бы это упали вот я причину не могу найти я бы ну вот а стресс там на работе был мне в семье все хорошо там может быть перетренированность нет по тренировкам все нормально не упахивается два раза в неделю же нет в чем причина может быть возраста возраста здесь ни при чем но может быть иди померь тестостерон иди померь это самое элементарное это любой нормальная повторяю нормальный врач любой посоветует после 40 после 50 лет иди проверь свой уровень тестостерона может у тебя как у 12 летней девочки уже может его уже вообще там нет может твои извини яйца уже нихера ничего не вырабатывают с чего у тебя будет прогресс с чего ты будешь прогрессировать с чего откуда у тебя возьмутся эти желания вот эта мотивация откуда она возьмется это все оттуда у нас мужика все оттуда вся мотивация идет оттуда от вырабатывания от уровня твоего тестостерона если он тебя падает у тебя никаких желаний нет все ты ничего нихера не хочешь и нету в этом ничего страшного почему не говорят правду идите в аптеке купите этот пропианат он стоит копейки другой вопрос что в этом долбаном государстве его почему-то не продают его продают везде но везде по рецептам но у нас или по рецептам ничего не купишь хотя он есть в аптеках он есть и он стоит копейки какой-нибудь там дальфармовский пропианат или укроповский украинский укроп так называемый любой фармакомовский любой он ничего он не несет никакого несет никакого вреда он несет только пользу в нормальных минимальных дозировках вы поднимаете свой уровень до того уровня который должен быть у мужчины у нормального здорового который хочет еще прогрессировать который хочет еще что-то добиваться в этой жизни конечно если тебе нахер уже ничего не надо ты сидишь на диване уже все пузо вывалила сидишь пьешь пиво и только смотришь телевизор тогда я говорю о тех у кого еще есть стремление здесь стремление есть а тут потенциала уже нет и вы вот все на распуте стоите но я повторюсь я не говорю о молодых я никому не никого ни к чему не призываю я сейчас говорю о возрастных мужчинах сразу говорю о возрастных ну как бы хотя конечно умирают и те и те умирают все разные и я как обычно все в одну кучу смешал еще слепил но кто захочет тот котлету от муха делит кто не захочет и хрен с ним все всем пока это было поляре а я пошел тренироваться в свои пятьдесят шесть лет я буду принимать этот ебаный пропианат